здрасте мои хорошие здрасте мои подписчики сегодняшняя тема что из сливы можно сделать ну вот слива конечно южная это одна из них алыча хотя алыча это тоже слива домашняя а другая просто называется слива домашняя но в магазине напишут все что хотите у меня такой сливы точно нет это все южная или заграничная пахнет замечательно конечно на вкус тоже очень неплохая особенно вот это продолговато это чуть-чуть с кислинкой хотя красавица значит смотрите что если вы можно сделать значит если вы косточки вынимать наверное мы не будем единственный вариант когда косточки надо вынуть это когда варенье сливовое сливовое варенье это же сказка а настойка сливовка так это отпад с истерикой просто значит одна баночка у нас будет занята в в компотном действие я туда накидаю сливу да и выбирайте пожалуйста не очень мягкую вот я кинула дну и что-то пожалела об этом по моему вот это мягковато значит смотрите ее не надо вот эти немножко по крепче и они пойдут в компот ну наполнять опять же до краев не требуется нам нужен вкусный вот это тоже очень плотная хорошая пускай туда идет значит нам нужен сироп очень вкусный причем достаточно его количество у когда очень мало сиропа в компоте это не очень хорошо но это много вот жадность человеческая границ не имеет значит смотрите вполне достаточно вот такое количество из 2 3 банки должно быть занято какими-то плодами мы заливаем кипятком потом сливаем кипяток смотрим количество воды добавляем сахара на 1 литр найдите мерную кружку в доме и на 1 литр вы должны положить 300 грамм сахара ну это еще из советских времен у нас такой был рецепт и всегда это было очень вкусно значит сливу добавлять мы не будем ни корицу ни лимонную кислоту потому что слива у нее необычный вкус совершенно необычный она очень мягкая и запах очень такой мягкий и сладкий и не надо его портить ничем но если только у вас нет каких-то особых до предпочтений то тогда пожалуйста ну и заполняем вторую банку потому как слив у нас больше чем достаточно заморозку да не будем мы ничего делать заморозку пускай будет компот если косточка хорошо отделяется тогда можно разрезать пополам обмакнуть в сахар сахарную пудру или песок и отправить это все смотрите какая красотка двойная мы ее разорвем потому что она должна пропитаться сахарным сиропом ну то что до верху нужно заполнить возьмем такие скажем крепкие да сливы круглые они другого сорта но это не мешает им быть душистыми и вкусными ну как то вот вот так вот вполне достаточно этого количества все значит теперь нам нужен кипяток мы заливаем сливаем измеряем сколько воды и на каждый литр кладем по 300 грамм сахара заливаем сахарным сиропом ну хотите вы что-то добавить добавьте не хотите просто залейте и я покажу как это закручивается и как это все заливается ну что заливаем да ну лимонки можно конечно положить я рискну все-таки это сделать потому что вот попробовала сахара минимальное количество опять же между пальчиками вот то что я насыплю этого достаточно потому что вы можете стерилизовать пожалуйста не проблема как стерилизовать банки я вам рассказала до микроволновки 3-4 минуты на 750 микровол и все чистенько ну после мытья разумеется фрукты тоже нужно мыть обязательно однозначно не обсуждается даже есть специальные моющие средства фруктомой например называется так а слива как пахнет медом у слива особый запах это точно так заливаем ну там у нас останется потому что у нас от предыдущих сироп компотов он типа у нам на яблоке он пригодится очень так под крышечку под крышечку без вариантов вот так вот ну и берем вилку вытаскиваем крышки они сладком сиропе это для того чтобы была одинаковая среда под крышкой и в банке так ну теперь нам надо все это закрыть во первых я вытираю крышки чтобы не прилипать а во вторых ну как-то умудрюсь сейчас движение назад потом вперед движение назад потом вперед но по плоскости как бы нижней вы должны почувствовать это естественно эти банки будут перри три-четыре минуты дайте им подстыть слегка три-четыре минуты обязательно а потом аккуратненько положив на бачок поставите на крышку ну и закроете полотенцами куртками там чем вы закрываете одеялками до горячего то видите закрылась еще и это тоже закрылась странно часть слив слыла часть нет ну вот компот сливовый готов и он идет на глубокую стерилизацию то есть под теплым сутки под теплым одеялом шубы не знаю называется это под шубу будет остывать до полного остывания потом холодильник разумеется однозначно всего доброго